Режим прекращения огня не соблюдается по всей линии разграничения, заявил первый заместитель специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хук. Однако количество обстрелов в течение недели начало снижаться, отметил он. При этом движение тяжелой техники к линии разграничения наблюдается с обеих сторон. В результате обстрелов страдает мирное население. В прошлом году жертвами обстрелов стали 476 человек, из них 40 детей. На прошлой неделе наблюдатели зафиксировали смерть одного и ранение другого пассажира в результате обстрела автобуса на пункте пропуска Еленовка. Также сотрудники ОБСЕ обеспокоены отсутствием на неподконтрольной территории Донецкой области мобильной связи. Если в Луганской области ее удалось восстановить, то в Донецкой люди до сих пор звонить не могут. Специальная мониторинговая миссия призывает всех, кто задействован в решении проблемы, возобновить мобильную связь для гражданского населения. Мы как раньше, так и сейчас готовы содействовать диалогу в решении этой проблемы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...